Сабантой – яркий и красивый праздник татарского народа. В нашем многонациональном регионе давно перешагнул национальные границы. Его отмечают массовым народным гулянием. В этот день в Парке Победы и граничащем с ним и подроме было особенно многолюдно. Горожане развлекались на тематических площадках, гости ознакомились с национальными традициями татарского народа. Губернатор Алексей Русских поприветствовал участников. В наше сложное, ответственное и, как выражается наш президент, рубежное время очень важно сохранить и приумножить единство всего российского народа. И я от всего сердца благодарю представителей татарского народа, всех жителей Ульяновской области в их неоценимый вклад в развитие региона и всей нашей страны в целом. С праздником, мира, добра и всего-всего самого наилучшего. Регион посетили почетные гости. От лица главы Республики Татарстан Рустама Миниханова участников поприветствовал председатель комитета Государственного совета Республики Татарстан по законности и правопорядку Шакир Ягудин. Уважаемые соотечественники, сердечно поздравляю вас с татарским народным праздником Сабантой. Его празднование всюду, где проживают татары, неизменно связано с обращением с нашим общим национальным истоком, самобытным традициям, как символ пробуждения природы, трудолюбия. Первый заместитель председателя комитета Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации по делам национальности Ильдар Гельмуддинов тоже поздравил всех с праздником. Конечно, такие праздники являются символом объединения разных народов, разных национальностей культуры. Только уважая культуру, традицию другого народа, ты будешь уважать, ценить собственную культуру. Бигзу рахмад! С праздником! Вниманию гостей была представлена вокально-хореографическая композиция сабантой «Праздник дружбы и мира». На территории ипподрома работали разнообразные площадки. Каждый участник торжества нашел занятие по душе. Гости праздника участвовали в национальных народных играх и забавах, таких как бой мешками и залезание на стол. По традиции каждый район показал свое подворье. Наш район, Цельнинский район, в этом году представил два хозяйства у нас. Селоновые Тимирсяны и Никулинские поселения, и сам район. Здесь также у нас представлены стенды, где указаны достижения нашего района. Ну, пассивная у нас в этом году началась рано. Все предприятия выполнили срок с качеством на свои пассивные работы. Лучшим национальным подворьем было признано подворье Меликесского района. В конкурсе приняли участие 21 муниципальное образование. Особенностью нашего подворья является, что мы имеем сельский музей, музей истории, культуры и быта татарского народа. В нашем музее собраны многолетние, за много лет собраны татарские национальные костюмы, одежда, обувь, утварь. Очень много у нас вышивок, которые сделаны нашими бабушками даже. И у нас много вышивок и рукоделий, которые сделали наши дети. На спортивной площадке прошли состязания по национальной борьбе Кареш. Данное боевое искусство – важный элемент Сабантуя. Имеет еще одно название – борьба на поясах. Цель всего поединка – это скинуть противника на спину. Но при этом соперники должны держать друг друга за пояс. В одном из таких поединков на Сабантуе победил Артур Хакимов, чемпион сборной России по Кареш. С 15 по 30 мая проходили сборы в Крыму, в городе Алушта, в Министерство сборной России. Там тренировались. После этого приехал в родную деревню, в родную села Ниганаева. Там продолжили тренировки два раза в день. Обязательной частью программы Сабантуя стали бега-скачки с участием наездников из ПФО. Все желающие смогли приобрести на территории подрома национальные сувениры, изделия народных художественных промыслов, сладости и выпечку. Ирина Антонова, Даниил Сурков, Уллправда ТВ.